10 ноября в Институте международных отношений стартовал третий международный форум «Россия и Китай в меняющемся мире». В этом году мероприятие посвящено таким знаковым событиям, как 65-летие Общества российско-китайской дружбы и 15-летию со дня открытия Института Конфуция в Казанском федеральном университете. Сегодня общее количество студентов из Китая в Казанском федеральном университете самое большое в истории КФУ. То есть порядка 1600 студентов из Китая сегодня у нас обучается. Но есть и другой интерес, большой интерес со стороны наших российских студентов к китайскому языку, который поддерживает в том числе наш Институт Конфуция. Примерно сравнимое количество ребят сегодня у нас изучают китайский язык большим интересом. Надеюсь, что научные конкурсы и совместные исследования между УЗами России и Китая будут продолжены и станут регулярным событием научной повестки Казанского университета. В рамках форума пройдут четыре ключевых мероприятия. Юбилейная 15-я международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Третья всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы преподавания китайского языка в 21 веке». Заключительный этап второго международного студенческого онлайн-конкурса научных работ «Россия-Китай. История и современность». А также презентация сборника рассказов современного китайского писателя Хань Шаугуна. В рамках конференции проходят круглые столы и дискуссионные площадки. Мы считаем, что, наверное, Казанский федеральный университет – это самый известный университет не только в Республике Татарстан, но и в ПФО. Так что мы считаем, что если мы проведем такие мероприятия в Казанском, в КФУ, это более лидеративно. Я приехала сюда не только для участия в конференции, но еще и потому, что здесь будет создаваться региональное отделение Общества российско-китайской дружбы Республики Татарстан. У нас 20 таких регионов – от Владивостока до Санкт-Петербурга, но сегодня в Приволжском. У нас есть в Мордовии, в Чувашии, в Самаре и вот сегодня в Татарстане. Так что вот это моя миссия. Начиная с октября 2007 года данное мероприятие стало одним из знаковых научных событий Института международных отношений. Именно здесь представители академической и вузовской науки Российской Федерации, Китайской Народной Республики и других стран стараются объединить усилия становления и укрепления международных связей в области науки и образования. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.